Тем временем в районе города Юрга Кемеровской области, где мороз сейчас днём под 40, а ночью за 40 заканчиваются войсковые испытания новой полевой формы для российской армии. Полёвки, не путать с мышкой, взамен той на рыбьем меху, в которую одели армию при прошлой министре обороны всего лишь два года назад. Новый комплект сати шьётся в Питере. Состоит из семи слоёв, от исподнего до самой тёплой куртки. Всего в комплекте 13 наименований. Всё вместе складывается в рюкзак. Общий вес 8,5 килограмм. В дополнение утеплённый жилет, рукавицы, зелёная балаклава. Всё работает по принципу Гортекс. Под впускать влагу не впускать. Цена обмундирования российского солдата в зависимости от комплекта от 40 до 70 тысяч рублей. По результатам экспериментальной носки в подразделениях спецназа и ВДВ отклики положительные. Форма тёплая. Мы на улице уже более трёх часов, на улице минус 40. Я думаю, по мне, по моему внешнему виду, это, наверное, не сказать. Очень тепло, я ни капли не замёрз. И зимой, и летом форма зарекомендовала себя с изумительной стороны. У меня в руках и наши телезрители видят это первыми. То, что называется берцы. На самом деле, это реально качественные зимние ботинки. Эластичные, прочные, тёплые, до минус 40. Непромокаемые, в огне не горят. Одинаковые для солдат и офицеров. Хочется носить. Если в увольнении, можно и на танцы. Или вот ушанка. На липучках. Тёплая. Отдельные клапаны для наушников. Овальные формы. Не для деревянных солдат Урфенджуса. Хороша под любую каску. Стальную или керамическую. Как арда с нашей армейской звездой. Уже слышок пополз, что форма будет как американская. Нет, форма будет наша. Только лучше американской. Ну какая это американская? Для остальной прессы новое обмундирование российской армии будет представлено уже на следующей неделе. Переодевание миллиона мужчин в нашей армии начнётся в будущем году. В предварительном плане Шойгу одобрил.